У нас результаты хорошие, мегоригинальный центр по компетенциям у нас работает, и где-то на бюджетной основе, я своим работодателям говорю, от спроса на рынке друга, я говорю, заказывайте, даже на бюджетной основе, когда мы набираем по разным отраслям квоты кандидатов на учебу абитуриентов, мы можем здесь корректировать, это по нашим полномочиям. На базе Чуашского госуниверситета уже работает центр апробации новых методов сварки. Его партнерами выступают крупные заводы. Передовые способы обработки металлов применяют на предприятии по выпуску танк-контейнеров. На семинаре, который проходит в республике второй год подряд, производители готовы поделиться наработанным опытом. В стране сейчас разрабатывают и национальные стандарты обработки алюминия. Главная задача кооперации производителей, поставщиков и потребителей – нарастить выпуск импортозамещающей продукции. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Сегодня на антинаркотической комиссии в Доме правительства обсудили, как повысить эффективность профилактической работы и снизить количество преступлений по обороту наркотиков. В Чувашской республике за прошедший период текущего года зарегистрировано 737 преступлений в сфере незаконно оборот наркотических средств и психотронных веществ. Установлено 199 лиц, совершивших 667 преступлений с пандоконтрольными веществами. Наибольшее число из них приходится на долю наркогруппировок. Это 476 преступлений или 71,4% от общего количества раскрытых. В 2018 году к уголовной ответственности привлечены 5 несовершеннолетних, которые пытались заработать деньги торгой наркотиками. Трое из них задержаны в Канаше, двое в Чебоксарах. Глава Чуваши Михаил Игнатьев призвал усилить межведомственное взаимодействие. Все субъекты профилактики должны совершенствовать формы и методы работы, отметил он. Большая роль в этом направлении отводится главам администрации районов и городов, комиссиям по делам несовершеннолетних, руководителям образовательных учреждений и медицинским работникам. На совещании у главы Республики обсудили вопросы дальнейшего развития Чувашского кадетского корпуса, в частности строительства стадиона. Спортивный объект будет включать универсальную хоккейно-футбольную площадку, комбинированную волейбольную и баскетбольную площадку, беговые дорожки с искусственным покрытием, трибуну с навесом, две раздевалки. Второго этапа предусмотрено и возведение Ледового дворца. Строительство намечено на 2019 год. Руководитель региона поручил представить предложение по награждению официальными наградами сотрудников, активно и ответственно участвовавших в возведении кадетского корпуса. «Мы должны поблагодарить прежде всего рядовых рабочих, выходивших на стройку в выходные дни в дополнительные смены», отметил Михаил Игнатьев. Внимание, внимание! Разыскиваются кладовщики, обработчики птицы, водители, продавцы кассиры, слесари и электромонтеры. Одно из самых крупных предприятий республики Юрма готово принять на работу более 300 специалистов. Сегодня руководители предприятия встретились со своими потенциальными сотрудниками в центре занятости населения города Чебоксары в рамках ярмарки вакансий. «Мы начали строить новый завод по глубокой переработке. И у нас возникают новые рабочие места. Персоналу мы предлагаем расширенный социальный пакет. У него включается компенсация питания, доставка до места работы. Уровень зарплаты на предприятии у нас выше в среднем по республике. При сравнении с остальными предприятиями разница составляет до 30%. Почти 70 человек приняли участие в ярмарке вакансий сегодня. Многие заполнили анкеты, тут же прошли собеседование. Нормальный график работы. Два через два. Там они, по-моему, с восьми до восьми, что ли, работают. Ну, удобный график, нормальные зарплаты. Вот сейчас вот мне дали анкету и заполним. Позвонят, приеду, общаюсь. Ну и вперед. И вот хочу поехать туда, посмотреть, пообщаться с людьми. Если мне понравится, там останусь. Все-таки перед пенсионным возрастом, 59 лет, еще до пенсии далековато. Но если понравится, я там так и останусь. Специалист, я вроде неплохой. И думаю, что... Думаю там остаться. Вообще, подобные ярмарки-вакансии в столичном центре занятости населения проходят регулярно. Это отличная возможность работодателю напрямую встретиться со своими будущими сотрудниками. Эффективность от таких встреч трудно переоценить. Ведь принимать участие в таких ярмарках могут все желающие. Независимо от того, состоят они на учете в качестве безработного или нет. В этом году мы провели уже 18 ярмарок-вакансий. В них приняли участие 51 работодатель. Ими были представлены более тысячи вакансий. Посетили ярмарку 1287 человек. И уже из них нашли работу более 300 человек. Ближайшую ярмарку мы планируем на следующей неделе, 2 октября. Это будет вторник. В 10 часов начала ярмарки приглашаем всех желающих посетить нашу ярмарку. В качестве работодателя крупнейшее предприятие АКОНТ. Это портрет Дмитрия Егорова. Ему здесь 19 лет. Он прошел войну и всю жизнь посвятил педагогическому труду. Его портрет уже пятый, который появился на стене трансформаторной подстанции в Чубаксарах. И это только начало. В столице Чувашии реализуется проект «Наши ветераны». Его организаторы, волонтеры и художники. Цель нашего проекта – это сохранить историческую память о ветеранах Великой Отечественной войны, которые живут сейчас в нашем городе, в городе Чубаксары. И мы работаем с ними, сопровождаем их на мероприятиях, оказываем помощь по дому, ходим в гости. Но основной нашей задачей сейчас является нарисовать портреты ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в городе Чубаксары, на зданиях города. В этом нам помогают профессиональные художники-граффитисты. Средства на реализацию идеи волонтеры выиграли во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежи». Они получили грант в размере 200 тысяч рублей. До конца декабря художники планируют нарисовать 15 портретов ветеранов. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники дошкольных образовательных учреждений. Профессия воспитатель очень важная и ответственная. Ведь воспитателям мы доверяем самое трогательное, хрупкое, нежное наших малышей. Тем больше любви и заботы требуется, когда детки с ограниченными возможностями здоровья. Анатолий Порфирьев уже несколько лет работает с такими ребятами. И он никакой не усатый нянь, а педагог-дефектолог. Это медведь-топтышка, да, медведь-топтышка. Пришел к вам в гости. А козляты ему отвечают. Мама ушла по делам. Работа воспитателя в компенсаторном садике труднее, чем у обычных дошкольных педагогов. Тем более, что Анатолий, как настоящий мужчина, взял на себя самую сложную группу. Его подопечные занимаются по особой программе. Каждые 15 минут им необходимо переключаться на другое занятие. И вообще здесь очень много нюансов. Анатолий справляется. Настя, кушай. Да, кушай. О выборе профессии Анатолий рассуждать не хочет. Просто не считает это чем-то особенным. Он любит детей и уверен, любовь должна быть действенной. Работа довольно-таки интересная, важная. Для всех. Не только для детей, не только для родителей, но и для других воспитателей, работников дошкольных образовательных учреждений. И поэтому опыт работы с такими детьми надо просвещать, показывать. И очень хорошо, что это все делается. Ну, я рад, что наши дети получают нужное, достойное образование. И им это нравится. Им интересно. Ну, я думаю, что в будущем они будут успешными и хорошими людьми. Воспитанники Чувашской школы спортивной гимнастики выступили на Всероссийском фестивале Аэросочи-2018. Это крупнейшее мероприятие прошло уже в третий раз. В соревновании приняли участие более 400 спортсменов из четырех стран мира – России, Эстонии, Азербайджана и ДНР. Чувашию представляли подопечные заслуженного тренера республики Оксаны Дьячук. К выступлению ребята готовились основательно. Эту программу мы отрабатывали две недели. За две недели начали. Больше всего мы старались над поддержкой. Долго не получалось. Наш тренер тоже нам помогал всегда. Говорят, что у аэробики женское лицо. Но это не значит, что в этом виде спорта только девочки. Мальчики ничуть не хуже могут садиться в шпагат или исполнять угол на 360 градусов. Упражнения у всех одинаковые. Могут делать и мальчики, и девочки одни и те же упражнения. Костюмы у мальчиков и у девочек немного разные. Они отличаются тем, что у мальчиков нет страз, камней. Девочкам купальник сшить немного проще, потому что если под камень что-то не получилось, то все это можно обыграть камнями. А у мальчиков сразу все идеально должно быть. Наши спортсмены вернулись в Чувашию с медалями, причем вовсе не из-за красивых костюмов. Артем Алексеев стал лучшим в номинации индивидуальные выступления среди мужчин. Еще одно золото он взял в паре с Ксенией Илюхиной. Дарья Кокшина, Анна Такманова и Карина Григорьева завоевали серебро в номинации трио. Еще одну награду – бронзу в женском индивидуальном выступлении в копилку команды принесла Дарья Кокшина. Самое сложное – это, скорее всего, было трио и соло, потому что были достаточно сильные конкуренты и немало их было. Родители говорят, что если тяжело, надо стараться, и будет все намного легче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова